Всем привет, меня зовут Максим Шубин, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и друзьям рассказывайте. Сегодня я вам поведаю о пятерке самых лучших игр на ПК на сегодняшний день. Рейтинг основывается на оценках людей, так что здесь никто не сможет мне предъявить, что это какой-то необъективный рейтинг и тому подобное. Итак, поехали! Пятерку лучших игр на данный момент открывает игра Red Dead Redemption 2. Эта игра изначально вышла на консоли, но теперь она доступна и на ПК и вы теперь можете насладиться куда более сочной графикой. Это приключительский экшен с открытым миром о жизни Артура Моргана и его авантюрных напарников, испытывающих свою удачу в самом сердце суровой Америки начала 20 века. Начался конец эпохи Дикого Запада. После того, как ограбление идет плохо в западном городе Blackwater, Артур Морган и его банда Вандер Велинде вынуждены бежать с федеральными агентами и лучшими охотниками за главами в стране, собирающиеся по их пятам. Банда должна грабить, красть и бороться за свой путь через суровое сердце Америки, чтобы выжить. Поскольку углубляющиеся внутренние разногласия угрожают разорвать банду на части, Артур должен сделать выбор между своими собственными идеалами и лояльностью к банде, которая его вырастила. Игра довольно требовательна к вашему компьютеру, вот собственно вы теперь можете видеть какие необходимые технические характеристики вашего ПК, чтобы нормальная игра работала. Но оно того стоит, эта игра заставит вас получить кучу положительных эмоций. Четвертое место занимает игра Silent Hill 2, эта игра вышла достаточно давно, она вышла в 2001 году. Действие Silent Hill 2 происходит в вымышленной вселенной, частично напоминающей реальный мир, в которой повседневная деятельность пересекается с другим альтернативным миром, оба из которых наполнены монстрами. Главный герой является Джеймс Сандерленд, который получает письмо от своей супруги Мэри, умершей за некоторое время до начала основных событий игры. В письме она просит его приехать в курортный город Silent Hill. Добравшись до места назначения, Джеймс сталкивается с таинственной женщиной по имени Мария, почти точной копией своей жены. В конце концов, он понимает, что часть его воспоминаний была самообманом, игровой процесс состоит в решении загадок, поиске необходимых предметов, исследовании локации, противостоянии главного героя и монстров. Игра получила широкое признание со стороны критиков, 10 различных изданий поставили проекту наивысший балл. Большинство обозревателей высоко оценили атмосферность и глубину сюжета, строящегося вокруг любви, ненависти, смерти, преступлений, наказания, безумия, а также табуированной тематики сексуального насилия и инцеста. Музыкальное сопровождение, по мнению некоторых критиков, являлось одним из лучших в истории игр. Silent Hill 2 входит в списки лучших игр всех времен и народа, а также занимает высокие позиции в чартах старейших хоррор игр в индустрии. Спустя месяц после начала продаж, было продано свыше 1 миллиона экземпляров проекта. Так как игра довольно таки старенькая и соответственно системные требования не очень-то и высокие, то почти любой сейчас может насладиться этой замечательной игрой. Музыкальное сопровождение На третьем месте игра, про которую вы скорее всего даже не слышали, называется она Chrono Trigger. Это японская ролевая игра, разработанная и изданная компанией Square и вышедшая на приставке Super Nintendo в 1995 году. Потом эта игра также появилась и на ПК. В начале игры проснувшийся в своем доме Chrono посещает ярмарку тысячелетия, где знакомится с девушкой по имени Marl. Они оба пытаются испытать построенную изобретательницей Лукой телепортационную машину. Подвеска Marl оказывает на машину странное воздействие, открыв портал о времени и врата, где Marl и пропадает. Chrono следует за ней и оказывается в средних веках. Marl здесь принимает за королеву Лейну, пропавшую супругу короля гвардии, и она оказывается на троне. Однако, к собственному ужасу тает в воздухе при попытке Chrono объясниться с ней. Прибывшая в то же время Лука объясняет, что Marl, будучи принцессой гвардии в наше время, заменила собственную прапрабабушку Лейну. И тем оборвала цепь событий, приведшую к ее собственному рождению. Таким образом, для спасения Marl нужно вернуть Лейну на трон. С помощью верного короля рыцаря лягушки Фрога, им удается это сделать. Разоблачить заговор принявшего облик канцлера гвардии демона Якры, вернуть Marl к жизни и втроем возвратиться в родной тысячный год нашей эры. Однако, Chrono хватает солдат и гвардии, и он попадает под суд по обвинению в похищении принцессы. Хотя, приговор сюда зависит от действия игрока. Chrono в любом случае препровождает в тюрьму, откуда он с помощью Луки и Марл сбегает. Спасаясь от солдат, они втроем попадают в очередной портал врата и оказываются в будущем в 2030 году нашей эры. Обследуя умирающий мир в подвалах купола Арис, они находят компьютер с видеозаписями катастрофы, превратившей мир в руины. Удар, нанесенного чудовищным существом Лавосом по поверхности планеты. И решает исправить историю, вычеркнув из нее Лавоса. В ходе дальнейшего путешествия Лука ремонтирует робота Робо, который помогает героям получить доступ к очередным вратам. Однако, попытка существовать уже в четверем приводит к транспортировке в новое место. Конец времен. Становящийся для героев своего рода перевалочным пунктом в путешествиях во времени. Игра вышла в 1995 году, поэтому от графики здесь ничего сверхъестественного требовать не приходится. Но тем не менее, игра получила крайне высокие оценки. На втором месте игра, покорившая миллионы, а может быть даже и сотни миллионов игроков по всему миру. Это Ведьмак 3. Дикая охота. Это игра от польской студии CD Projekt Red по мотивам серии романов Ведьмак. Польского писателя Анджея Сапковского. Выпущена в 2015 году для Windows. Игра является продолжением прошлых частей игры. Ведьмак 2. Убийцы королей. Игра отличается крайне продолжительной основной сюжетной линией со множеством заданий и событий даже у тестировщиков игры, знавших кратчайшие пути к цели и пропускавших в диалоге сюжетные ролики скоростного прохождения игры за него 25 часов. Тогда как в Ведьмак 2. Убийцы королей таким же образом можно пройти за 2 часа. Геральт и Весемир в поисках Йеннифер останавливаются в деревушке Белый Сад, занятой нильфгардцами в ходе войны. Йеннифер помогает Геральту добраться до города Вызимы, где нильфгардский император Эмгр Вар Эмрейс поручает Ведьмаку найти Цири. С этой целью Геральт должен посетить несколько мест Велин, Новий Град и острова Скеллиге. В Велине Геральт встречается с Филиппом Стенгером, известным как Кровавый Барон. Барон некоторое время давал приют Цирин, но в обмен на помощь Геральт должен найти пропавшую жену и дочь Кровавого Барона. В их поисках Ведьмак сталкивается со своей старой знакомой волшебницей Кейрой Мэтс, скрывающейся в Велине от Охотников с заколдуньями, а позже с потусторонними силами, хозяйками леса, тремя древними ведьмами, которым поклоняются местные крестьяне. В Новий Граде Геральт встречается с Трис Меригольд, которая направляет его к Ониры Матке, к Карине Тилли, умеющей по сновидениям узнавать прошлое. Ведьмак узнает, что Цири встречалась со старым другом Геральта, Бардом Лютиком. Лютик, однако, попал в лапы главаря одной из новиградских банд, ублюдка младшего. С помощью бывшего шефа Редонской разведки Сигизмунда Дикстры, короля Редании Радовида и других союзников Геральт освобождают Лютика и узнают, что Цири с помощью Лютика пыталась добыть инструменты для снятия некого проклятия. Игра вам точно не даст скучать, большой сюжет и множество заданий, отличная графика, приятный геймплей, но тем не менее, игра требовательна, конечно же, к характеристикам ПК. И на первом месте второе крупное дополнение к игре Ведьмак 3 Дикая Охота, называется оно Ведьмак 3 Дикая Охота, Кровь и Вино. Через несколько лет после событий основной игры, Ведьмак Геральт из Ривии получает заказ от княгини Анны Генриетты, правительницы Тусента, вассального княжства Нильфграфской империи, знаменитого своими виноградниками и экспортом вина. Два тусентских рыцаря погибли загадочным образом и Геральту предстоит найти и остановить монстра, ответственного за это. По прибытии Ведьмака в Тусент происходит третье убийство, с помощью Анны Генриетты и капитана Дамьена Деллатура, руководящего расследованием. Геральту удается выяснить, что рыцари были убиты за нарушение пяти рыцарских добродетелей, и четвертый из них находится в опасности. Геральт отправляется на поиски и становится свидетелем убийства этого рыцаря, которым оказывается Мильтон де Пейрек Пейрон, сопровождавший его на пути в Тусент. Ведьмак пускается в погоню за Боклерским Бестией и загнав его на склад, вступает в бой. Прежде чем они смогут убить друг друга, между противниками материализуется Эмель Регис, высший вампир и друг Ведьмака. Защитив Геральта от удара Бестией, Регис удается уговорить монстра уйти. Эмель, считавшийся погибшим вот уже несколько лет, объясняет, что Бестия это другой высший вампир по имени Детлаф. Именно он воскресил Региса и теперь они связаны кровными узами, согласно вампирскому кодексу. В общем, это дополнение вам тоже не даст точно скучать. И тем более, эта игра, вернее, это дополнение к основной игре получило самые высшие оценки. И поэтому эта игра на первом месте. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Если так, то почему бы не поставить лайк? Подписывайтесь на канал, друзьям рассказывайте, колокольчик нажимайте и пишите в комментарии, какой еще топ 5 нам составить на этом канале, чтобы вам было интересно смотреть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!